...традиционно в Москве, а вот теперь он там обрезался, стал мусульманином и таким всем. Я с ним общался, и не раз уже общался, встречался. И из разговоров всех, и с Али, и с другими бывшими православными христианами, и вообще протестантами даже некоторыми бывшими, я общался, и я понял такую вещь, что эти люди, с кем я общался, они не пережили в христианстве самого главного как раз. Возрождение свыше. Даже называясь протестантами. Можно всю жизнь быть протестантом и так и не возродиться свыше. Но в протестантских церквях созданы более удачные условия для возрождения. Но это не означает, что все люди возрождаются. Понимаете ли, в православии созданы все условия для невозрождения. Но как же люди возрождаются, все равно бывает. Понимаете ли, жизнь побеждает. Бог находит все равно ключики к сердцам человеческим. Поэтому спасаются люди порой благодаря системам религиозным, порой вопреки системам, но люди все равно возрождаются. Дух дышит где хочет. Он может дышать и в православном храме, и в католическом кастрюле, и в протестантской кирке, где угодно абсолютно. В мечети может дышать. В Дагестане, бывая в собраниях исахитов, это братья наши, которые, они себя христианами не могут назвать в той культуре своей, дагестанской. Еще и потому, что, к сожалению, к позору нашему, христианство там, ну, в большинстве случаев и в Карачаево-Черкесии, и в Дагестане, и в других регионах ассоциируются с пьянством, с бездельем. И поэтому даже, знаете ли, когда там ругаются, говорят, а ты христианин. Если человек не почитает отца матери, говорят, а ты христианин. То есть, как бы, то есть, подражает христианам. Вот, понимаете ли, вот, то есть, нехорошая, нехорошая репутация. Человек с крестом на груди валяется, пьяный, облеванный, там, ну, они видят, ну, вот христианин говорят. Понимаете ли, едет в автобусе, не уступает старикам место, вот это христианин. То есть, понимаете, вот такие моменты, для многих, может, из нас они как бы не важны, а для них это очень важные моменты. Они из этого имеют представление о христианстве. Но потом, зато, когда они настоящих христиан встречают, редко, но встречают, они удивляются. И я помню, с одним имамом разговаривал, он мне говорит, так вы настоящие мусульмане, какие же вы христиане? Он, я удивился, как, а как же так? Он мне сказал, ну, так вы же молитесь только лишь к Богу, вы не молитесь святым, мощью вы не почитаете, иконами вы не почитаете, только вы настоящие мусульмане. Я говорю, вот, я понял ход мысли, говорю, ну, вот, получается, да, настоящий мусульманин, ну, настоящий мусульманин, это христианин, говорю. Да. Чаще всего проблема у нас не с терминами, а то, что мы в эти термины вкладываем, какие идеи, понимаете ли? Люди порой христианством называют то, что не является христианством, и исламом называют то, что исламом не является. То есть, понимаете, больше из этого проблем, наверное, возникает. Мы об одних вещах говорим, но вещи, подразумеваем, порой принципиально противоположны даже. Мой дедушка, как говорил Ахмед, он был мусульманин всю жизнь, но, понимаете ли, я морально скажу, что, ну, многим христианам, большинству, кого я знал и знаю, ну, очень далеко до, вот, того, что я видел с самого раннего детства, понимаете ли? Это, ну, это, я скажу, это, мою жизнь было большое благословение. И, знаете, многие, да, и вот, и поэтому вот те братья-дегистанцы, они так и называют себя, не христиан называют себя, а называют, мы, мусульмане, но мы масихиты, иссахиты. Им являлся Иса, некоторым из них являлся личный Иса, некоторые переживали чудеса сверхъестественные в своей жизни, исцеление во имя Исы. Значит, и это потрясающе просто, что и сам Иисус Христос. То же самое для евреев многих наших, назваться христианином, это очень, ну, сложно порой, понимаете, сложно. Иисус Христос ассоциируется порой и с инквизицией, и с горением, с антисемитизмом ассоциируется, понимаете ли? Поэтому для многих очень наших евреев более приемлемым является форма мессианского служения, мессианских общин, где даже само крещение мы не называем крещением, извиняюсь, только можем отойти в стороночку, брат, да, а то там пишется камера, спасибо. Вот, и мы даже крещение там не называем крещением, а называем как? Твила, то есть погружение по-еврейски. И, ну, много всего остального мы называем по-другому там в этих общениях. Почему? Потому что для многих наших евреев русских, украинских, это очень, ну, проблематично даже, вот, именно себя отождествить даже с христианством. Хотя, не знаю, но многие наши евреи даже с православным себя так больше, легче, как бы, ассоциируют даже, кстати. Ну, больше культурно, как бы, это вопрос уже. А по поводу крещения, крещение должно приниматься в зрелом возрасте, если маленький ребенок крестится, то это, ну, люди могут называть крещением, но, по сути, это не крещение, это благоставение в жизни ребенка. Если вас приглашают, придите, что ж, нормально, думаю, помолиться, благоставить ребеночка, значит, со своей стороны благоставите, будете его крестной феей, знаете ли, вот так оно, молиться и дальше, и пользуясь тем, что вы, как крестный, можете еще чаще, как бы, влиять, как бы, на дитя, на подрастающее. Но, как бы, не именовались мы, знаете ли, обрезанные или крещенные в детстве, что бы мы на даме не совершили, какие манипуляции религиозные, повзрослев, мы принимаем решения в своей жизни. Даже если обрезали в детстве или покрестили в детстве, это лишь человеческие наши представления, знаете ли, убеждения какие-то. Но Библия учит нас Нового Завета о том, что, и частично Ветхого Завета, о том, что обрезание настоящее, это не просто по плоти, а то, что внутри нас должно совершиться. А это совершается уже в зрелом возрасте, это совершается по вере, то же самое крещение. Да, люди крестятся, но я скажу так, друзья, это, в лучшем случае, это просто благоставение. Но на самом-то деле, когда человек повзрослеет, ваша мучка повзрослеет, вы скажите ей, что, дорогая, теперь вот, уверовав, ты принимай сама решение. Надеюсь, ты примешь правильное решение, идти за Господом, погрузиться в воду, да, во имя Христа. Значит, это очень... Ой, я люблю крестить, хотя это не основная моя миссия, но я очень люблю участвовать в крещениях, потому что люди действительно обещают Богу добрую совесть или спрашивают у Бога добрую совесть. Вот перед тем, как поехал сюда, как раз у нас было крещение на Днепре, и, значит, девушка молодая крестилась, значит, и так спонтанно все родилось. Ну, она давно уже собиралась креститься, но вот родители уговорили, чтобы как раз вот перед отъездом успел попрестить ее. И на Днепр мы приехали с семьей, значит, друзьями, с церкви приехали и зашли с ней в воду. И я сказал ей, что вот в присутствии всех, и ангелов, и людей, собравшихся здесь на берегах Днепра, веришь ли ты в Иисуса Христа, своего личного Спасителя, Господа Бога? Она говорит, да, верую в Иисуса Христа, в своего Спасителя. Потом говорю, обещаешь ему служить доброй совестью? Она говорит, да, обещаю служить Иисусу Христу доброй совестью. И он говорит, на основании Слова Божьего и твоего исповедания веры, я крещу тебя сегодня во имя Иисуса Христа. И дальше говорю, крещается там Раба Божия, такая это во имя Отца, Аминь, Сына, Аминь, Святого Духа, Аминь. У нас такая православная форма троекратного погружения. Когда в гостях, бывая в протестантских церквях, как креститель в такой ипостаси выступает, то обычно в одно погружение, ну, как везде принято, там не так даже важна вот эта внешняя форма погружательная, там, одно или троекратное, или там, какие слова скажешь перед тем, во время крещения, во имя Иисуса или во имя Отца и Сына и Святого Духа, это все как бы одно. На самом деле, большей частью Иисус имел в виду, конечно, не просто водное погружение, а погружение в Него непосредственно, в самого Господа Бога, в Самогущего, в Отца и Сына и Святого Духа, и пропитаться им. Да, пожалуйста, вопрос ваш. Ну, есть сейчас такое учение, крайняя супер-благодать, да? И открывается церковь, и как бы в этом двигается. Как вы относитесь к тому, что вот один раз покаялся и больше каяться не надо? Какое ваше мнение? Вот брат поставил меня. Понимаете ли, вот я сейчас могу ответить и так, и так. И то будет, и то правильно. А потому что...